Я могу понять, что это принесло. Какой же это? Именно в ваших местах. Ваши наоборот, в ваших местах. Ваши наличные эффективности не оплатят. Здравствуйте, учитель сограниченной ответственности. Кредит экспресс финанс. Елена Дмитриевна, это вы? Да. Елена Дмитриевна. Меня зовут Федеракулат Родиана Яруслановна. Ведется запись разговора. Звоним вам по укорочению. Общество сограниченной ответственности. Непрофинанская компания «Дианнлайн». Подговор о вашем от 3 января 2021 года. У вас просрочка 48 дней, текущая, которая возникла 31 марта 2021 года. Сумма долга у вас составляет 25 до 211 рублей в состоянии 17 мая 2021 года сейчас. Лидии доставлены на оплату до 19 мая. Компания «Тайпиес.ру» вам необходимо оплатить всю сумму в полном объеме. Оплата по сотке забрала на порядке. У вас документы есть какие-нибудь? Елена Дмитриевна, документы какие есть, спрошу? Ну, например, те, которые будут подтверждать, что вы являетесь представителем кредитора. Мы вас же уведомляли об этом. Прекрасно знаете, что у вас есть представительный закон, и высылать уведомления вам только ваши кредиторы. Так, но он этого не сделал. Вам ни один закон не запрещает отправить мне копию агентского договора. А когда вы утверждаете, что меня уведомляли, вы заблуждаете? Нет, только агентского договора мы не высылаем. Никто только агентский договор не высылает. Так, подождите, вам же закон это не запрещает делать? Нет, обязательно вам не запрещают. Ну, а я не обязана с вами общаться, значит. И вам не запрещают. Вам нужно официальный запрос тогда отправить. Да, да, вы мне тоже официальный запрос отправьте, и тогда поговорим с вами. Вам нужен агентский договор. Вам нужны ответы на вопросы, поэтому вы, соответственно, и потрудитесь. Вы не имеете права мне о чем-то подобном, о чем-то подобном даже шептать. Вы требовать будете на кухне перед мужем. Это единственное место, где вы можете что-либо требовать. Успокойтесь, отправляйтесь обратно на жердочку и там куда хотите. Перебивайте, это вы вклинили. Смотрите, 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 что с вами произошло. Смотрите, я вас всего лишь запросила документы, а вы разорались. Да. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Да. С вами говорим? Со мной говорите. Майор Вакира Сергеевна, Совкомбанк, отдел изыскания. Мы звоним по поводу вашего долга, денежный кредит. 23 дня задержали платеж. 7 тысяч долг, 7100. Требование банка оплатить до 22 мая. Поступит оплата до 22? Нет. С какой причиной? Не хочу платить. Вы понимаете серьезную ситуацию, что вы незаконно удерживаете чужие денежные средства? Катюш какая, у меня нет никаких чужих денежных средств. Все мои денежные средства мною честно заработаны. Светлана Владимировна, вы оформили денежный кредит. Вы пользуетесь денежными деньгами. Сейчас вы их не возвращаете. Но и тем не менее, все денежные средства, которые имеются у меня в наличии, они мои. В первую очередь у вас есть обязательства перед банком, которые должны исполнять. Возможно, но это не делает мои денежные средства чужие. Вы пропустили платеж, что я договорю? Не надо. Апрель месяц, оплату не внесли. На каком основании вы изменяете свой договор? Не хочу платить. То есть вы официально под запись разговора заявляете, что вы оплату по денежному кредиту отказываетесь? То есть вы вообще отказываетесь, да, от оплаты? Вообще, прям полностью. Знаете, что у вас сумма для закрытия этой карты, этого денежного кредита, примерно 76 тысяч? Да, вы знаете, что не плевать? Вы не рассчитались с банком. То есть на данный момент мы фиксируем, что вы отказываетесь от оплаты по своим обязательствам. Фиксируйте, только крепенько там зафиксируйте. Закон, закон Российской Федерации. Кто определил нарушение закона Российской Федерации? Статью 310, нарушайте. Кто это определил? Кто это определил? Я говорю вам, сотрудник банка. Сотрудник банка на основании чего? У сотрудника банка есть полномочия определять нарушение закона? Закон для всех един. Светлана Владимировна, что смешного? Да, как вам основание, какая-то телефонная говорилка будет определять нарушение закона? Это что за бред еще? Вы такую чушь больше никому не несите. Вы сотрудникам банка беседовали. Это куром на смех. Вот такие вот сотрудники, это просто куром на смех. Мы будем часто в сотрудниках обсуждать, или ваш дом. Мы будем обсуждать ту чушь, которую вы только что брякнули. Банк начинает вас подозревать в умышленном уклонении от исполнения финансовых обязательств. Не дай бог. Я напомню, что обязательства выполняется должным образом статья 309 Гражданского кодекса. Задумайте о последствиях. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Да. Сбербанк России, ты меня зовут Морева Юрия Евгеньевна Глансовна, Алина Смир, Лимаровна, это вы? Да. Некорректно сформулирован вопрос. Даже корректно. Ну, вы подумайте. Если не использовать там манипулятивные психологические техники, как сформулировать вопрос. Каким образом в ближайшие два дня долг будет погашен? Еще раз повторяю. Вопрос некорректно сформулирован. Вы используете технику выбор без выбора. Мне это не подходит. Переформулируйте свой вопрос. Когда банк у вас средство займет, вы будете задать вопросы так, как вам необходимо будет. Во-первых, займет в данном контексте. Вообще абсолютно неприменимая формулировка. Как вопросы оплаты намерены решать? Слушаю вас. Я уже отвечала на эти вопросы. Ранее мне звонили, я отвечала на эти вопросы. Забыли уже совсем. Коммуникации будут поступать? Ой, беда, печаль, огорчение. Коммуникации будут поступать, да? Прям коммуникации. А вы, вот мне интересно, готовы к диалогу, если вы формулируете подобным образом свои мысли? Коммуникации будут поступать вам, да? Да, да, Виняна Анаровна. Ну, серьезно, что ли? Так по-русски говорят? Вы хотите ознакомиться с русским языком? Я ознакомлена с русским языком. Я хочу, чтобы вы с ним ознакомились. Хотя бы в глаза его, хотя бы разочек посмотрели, там, правила элементарные. И не выпендривались бы. А потому что вы пытаетесь показаться умнее, чем вы есть на самом деле, вы такие формулировки используете, что, ну, без слез не взглянешь на это все. Смотрите, решайте вопросы, не смотрите. А вы, может, не будете мне рассказывать, что мне делать? А то мне придется вам рассказать, куда вам пойти. Записывайте, и что? Потом переслушайте, куда вас послали. А в чем вопрос-то? Так, согласно 230-му... Согласно 230-му закону. Потом послушайте, куда вас послали. И дальше что? Слушаю вас. Вопрос актуальный. Вы слушаете, куда вас послать? Вам прям точный адрес? Или примерные координаты достаточно? Попробуйте. Ну, попробуйте нахрен сходить, не знаю, там, по ощущениям. Расскажете потом, как вам понравилось, нет? Непременно. Все, жду. Магнитик привезете. В ближайшее время ожидайте выездного взыскания. Да, чушь это все. Нет никакой у вас группы выездного взыскания. Тем более, что такое группа выездного взыскания. Вы, если бы знали, что такое взыскание, вы бы такого чушь никогда бы в жизни не говорили. Взыскание, это значит, у меня приедут и отнимут. В 230-м федеральном законе во всем нет слова взыскания. Добрый день. Привет. Меня зовут Лариса Владимировна, Алена Алексеевна. Фамилия моя Златухина. Звонок поступает из-за дела реструктуризации банк Пинков. А мне не нужна реструктуризация. С целью помочь решить ваш вопрос. А мне не нужна ваша помощь. Вы уже обслуживаетесь по льготной программе, однако оплата от вашего времени поступает уже не первый месяц. И, тем не менее, мне не нужна ни реструктуризация, ни ваша помощь. Банк вам уже снизил процентную ставку до 1,25 в месяц. Молодец какой. А что у вас опять произошло? Вы не оплачиваете. А вы с какой целью интересуетесь? Ну, мы звоним в целью помочь вам. Я же сказала, вроде бы как, что я не нуждаюсь в вашей помощи. Ну, вы не нуждаюсь в помощи. Сейчас у вас сумма увеличивается каждый день. Платить вам все равно придется. И, тем не менее, я не нуждаюсь в вашей помощи. А то, что кому придется, не придется, вы-то откуда знаете? Вы же оператор колл-центра всего лишь. Ну, вообще-то я являюсь главным кредитным инспектором. О! Главный кредитный инспектор! Евпатий Коловрат. Ну, вы понимаете, что если вы придумали себе какое-то там название, это же не делает. Я придумала. Конечно. Так-то вы по факту оператор колл-центра. Поэтому. Колл-центр? Вы глубоко ошибаетесь. Да? То есть, ваша задача, не звоните по скрипту, отрабатывать там клиентов, да? Это не ваша задача. Это совершенно другое. Колл-центр, есть колл-центр. А в чем отличие оператора колл-центра от главного кредитного специалиста? Что я звоню из отдела реструктуризации. Так, мне не нужна реструктуризация. Вы для главного специалиста не очень как-то смышленно себя ведете. Я говорю, не надо мне реструктуризации. Мне это не нужно. Хорошо. А почему не платите, если вам это не нужно? А вы с какой целью интересуетесь? Вы сами себе ответили на тот же вопрос. Логично? Нет, не логично. На какой вопрос я себе ответила? Я себе не отвечала. Я вообще не имею привычки сама с собой разговаривать. Если б не было этого вопроса... Если б не было зимы в городах и селах... История не терпит сослагательного наклонения. Знаете такую поговорку? А что такое налажательное? Сослагательное. Ваши понятия. Сослагательное наклонение. Вы не знаете, что такое сослагательное наклонение? Это предложение со словами «если бы», «докобы». Вот все это сослагательное наклонение. За урок русского языка с вас тысяча рублей. Учитывая историю вашего обслуживания... Когда вы планируете оплатить задолженность свою за урок русского языка? Списать часть долга после того... Нет, я долги никому не списываю. Если должны, будьте, здрасте, заплатите. А то, что это за новость? Ой, как не оператор колл-центра себя ведете? Ну, елы-палы, ну мне же это читали уже. Какой же вы главный специалист, если вы говорите то же самое, что и 15 тысяч звонящих до вас? Как-то я начала сомневаться в вашей компетентности. Компетенции. Компетенции? Я сказала о компетентности. А вы что-то там в своем мире, где живут только пони. Ой, ты боже мой. Вы там все у вас своя атмосфера. Я же сказала, денег не дам. Какое поступление там вы себе запланировали? Общие суммы задолженности у вас уменьшится в два раза больше. Да ладно. Зачем мне это нужно? Хорошо. Вы сегодня не готовы уйти. До 20 мая готовы уйти. Зачем мне это нужно? Чтобы восстановиться в клиентском обслуживании. Так я не заинтересована восстанавливаться в клиентском обслуживании. Мне и так нормально. Представляете? Значит, вы отказываетесь в добровольном порядке производить оплату. Бинго! Не прошло и полгода. Вы не будете производить оплату. А если переформулировать еще два раза, как вы думаете, изменится ответ или нет? Вы попробуйте. Найдите еще пару формулировок и задайте мне вопрос. Иначе. Вы так ловко меня обхитрите. И я все-таки скажу, ладно, ладно, заплачу. Алена Алексеевна, но вы вынуждаете меня зафиксировать отказ от программы? Нет, только не фиксируйте отказ. Это же так важно для меня, что вы там у себя зафиксируете. Нет. Я имею в виду, что такие условия банк вам, скорее всего, больше не предложит. О, боже мой, какая грусть. Банк не предложит мне такие условия. Как жить, как жить? Посижу, пожалуй, над пропастью, подумая о самоубийстве. Так, увах, художник Астана потеряла. А общая сумма задолженности у вас уменьшится на 6 тысяч? Вы это понимаете? О, ну все, я жду, пока уменьшится на 6 тысяч у меня там что-нибудь. Подумайте еще раз, вы хотите погасить задолженность? Погасить, Галя, хочешь погасить задолженность? А, Галь. Лариса Владимировна меня зовут. Так я не к вам обращаюсь, я к Галле обращаюсь. У вас она рядом, видимо. Кстати, по вашему говору. А, Галя и Игорь с сигаретами, зажигалкой и газировкой всегда должны быть рядом с вами. У вас получился бы чудный тандем. И вы такая, Галя, отмена. Алена Алексеевна? По-свойски, мы уже почти родные. Алексеевна, слушай, ну ты это. Давай, заплати. Да я слышала, что вы сказали, ну что это. Алена Алексеевна. Так это теперь Алена Алексеевна я стала, а до этого почему-то просто Алексеевна была. Взятые на себя кредитные обязательства, пусть при мне и остаются нам с ними комфортно. Ну, вы понимаете, что вы осуществляете в данный момент бесполезное действие. Вы это понимаете или не понимаете? Ну, банк будет вправе передать дело в суд с требованием оплаты. Ой, я, конечно, буду страдать от этого очень сильно. Субтитры сделал DimaTorzok